Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента в Сургуте с участием сотрудников полиции. Случай произошел в начале февраля на одной из улиц города. Двое мужчин остановили супружескую пару, приняв их за преступников. На мужчину надели наручники, а женщину избили до обморочного состояния. Затем извинились, вызвали скорую и уехали. Оцени ошибки такого задержания и ответят ли за просчет оперативники Леана Киамова. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы и лица, ушиб пояснично-крестцового отдела позвоночника, закрытая травма грудной клетки. И это далеко не полный список травм, которые получила Нина Лукьянова. После побоев женщина передвигается с трудом из-за ушиба позвоночника, а не мели ноги. Без костылей ходить не может. Каждый шаг дается с трудом. Ради съемки сургутянка вышла из дома, чтобы показать место, где случилось нападение. Вот эта дорога, неподалеку от магазина запчастей, куда заехала семейная пара, а потом решила прогуляться в безлюдном месте. Уже на обратном пути рядом остановилась машина. Вышли двое, один из которых быстро направился к женщине. И кричит прям, ну так очень громко, очень грубо, говорит, вынь руки из кармана. Я как-то машинально их выдернула, руки из кармана. Он ко мне подходит и очень быстро, прям резко, как-то это все очень быстро происходило. Резко на мне открыл молнию куртки. Расстегнул молнию и сразу меня за грудь. Я от него отстранилась. И он, значит, когда меня об машину, к машине меня еще прижал. Сколько ударов получила Нина Лукьянова, не помнит. После первого в голову она потеряла сознание. По словам женщины, нападавшими были не грабители и не уличные хулиганы, а якобы действующие сотрудники полиции. На записи камеры видеонаблюдения видно, что мужчины приехали на машине без опознавательных знаков. По словам сургутянки, на них не было формы и документы они не предъявили. Пока один охранял ее мужа, на которого сразу надели наручники, второй избивал женщину. Я попыталась руками закрыться, потому что у меня нельзя по голове бить. Я перенесла серьезную операцию на голову. И это как бы, ну, каждый удар может быть последним. Я сейчас добиваюсь того, чтобы таких сотрудники не работали в нашей полиции, потому что я считаю, что им не место в полиции. Им не просто не место в полиции. Хочу справедливости. Если он виноват, он должен понести наказание. Я считаю, что он виноват. Он полностью нарушил мои права. После тщательного досмотра с побоями люди, которые представились полицейскими, сами вызвали Нине Лукьяновой скорую помощь. Пока ждали медиков, один из представителей правоохранительных органов рассказал, что они искали так называемых закладчиков. А после того, как наркотиков не нашлось, извинились и уехали. Сургутянка несколько дней провела в травматологии. Написала заявление в прокуратуру и следственный комитет. По данному факту сотрудниками следственного отдела по городу Сургут, следственного управления, следственного комитета Российской Федерации по Хантамансийскому автономному округу и Гре проводится процессальная проверка, в ходе которой указанные заявителями факты будут тщательно исследованы и действием соответствующих должностных лиц дана юридическая оценка. Сейчас сотрудников полиции, которых подозревают в этом нападении, отстранили от работы. Сама Нина Лукьянова видит в этой ситуации не превышение должностных полномочий, а полноценное нападение, оценить полностью последствия которого удастся только со временем. Женщина до сих пор проходит медицинские обследования. Живет у детей, пока муж на вахте. И когда будет без боли стоять на ногах, неизвестно. Леана Киямва, Роман Турбин, Вести Югория, Сургут.